Дневной разворот 12.05. У нас в гостях будет руководитель музейно-выставочного центра НАССПАСКО, и мы будем говорить о мероприятиях, которые проходят в этом культурном заведении. Ну и кроме того, обязательно будем задавать вам вопросы, сложные и не очень, на которые вы будете отвечать и получать в качестве подарков пригласительные билеты, книги, ну все, чтобы прекрасно провести выходные. Кстати, Николай, вы знаете, что сегодня международный день спички? Нет, вот я знаю, что вчера был день кошки, вот про спичку и сегодня как-то я занятый праздник, вот я могу даже, я специально коробочек сегодня взял, я рекомендую нашим слушателям, параллельно сейчас нас слушать, программа Дневной разворот. И спички сжечь, да? Нет, и заглубиться в интернет, читать все о спичках. Очень интересно, я вчера читал, часа полтора потратил. Правда, очень интересно. Да, и сначала я подумал, что такое за нелепая такая дата, да, международный день спички, а нет, это, по-моему, все-таки одно из самых великих изобретений человечества. Так ведь? Ну, а Дневной разворот, тема у нас следующая. Я предлагаю сейчас Николаю вот зачитать, прям процитировать выдержку, появившуюся в соцсети. Позже мы обозначим, собственно, автора этих слов. То есть я буду без автора, да? Да. Хорошо. И все же Вятка. В городе вновь активно заговорили о возвращении Вятки родного исторического имени. И на этот раз есть реальная надежда, что дело будет доведено до конца. Для переименования не нужен референдум, но имеет значение воля депутатов, активность горожан и общественных организаций в инициировании переименования. Вятский интеллектуальный клуб подключается к этому процессу. Можно я закончу на этом цитату? Первого марта мы организуем публичное неформальное обсуждение давно назревшего вопроса. Я как раз хотел, чтобы это обозначить уже как наше отношение. Будет направлено соответствующее обращение. Ну и там дальше перечисляются люди, члены интеллектуального клуба. Участники этого интеллектуального клуба у нас сегодня в гостях, я просто подумал, что... Ну а автор этих строк Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института. Владимир Сергеевич, добрый день. Добрый день. И ваши коллеги по клубам протеерей Александр Балыбердин, благочинный храмов города Вятки. Добрый день. Добрый день. И Евгений Дрогов, директор издательства «Ократкое». Добрый день. Добрый день. Давайте начнем с вопроса, что такое Вятский интеллектуальный клуб. Потом уже. Ну это объединение... Историческое наименование. Вы им руководите. Я президент клуба. Президент официально. У нас есть руководящие органы. Это объединение, в общем-то, горожан интеллектуальных, кто проявил свои какие-то мыслительные способности, выступил, обсуждал активно и желает занимать активную позицию и участвовать в работе клуба. И вот вы решили присоединиться к этому обсуждению, возвращению исторического названия. Что, собственно, конкретный повод какой-то был или как-то в душе внутри созревало как-то все? В 27 лет уже эта дискуссия продолжается. Только я бы хотел обратить внимание не о переименовании, а о возвращении городу его родного, так сказать, исконного названия. Владимир Сергеевич, а почему такая цифра 27 лет? Насколько я помню, в 80-е, особенно в конце активная тема была очень... Да, в 80-е тоже было, но в 91-м году... Причем очень активно. В 91-м году был такой парад переименований городов, как вы помните, у нас было очень много... Свердловский, Катеринбург. Много там Куйбышев. Ленинград, Санкт-Петербург, Самара. Тверь, Самара. И тогда, почему именно эта цифра? Именно тогда у нас тоже была возможность вернуть название Вятка. Но не хватило тогда воли тех властей, людей, которые власть тогда имели. И вот таким волевым решением не было принято решение о переименовании. И вот сейчас мыкаемся, никак не можем вернуть, потому что все стало гораздо сложнее. У нас на сайте hakirovo.ru и на нашей странице ВКонтакте есть опрос, участвуйте. Очень интересный, кстати. По Станиславскому опросу. По Станиславскому, да. То есть то, что название Киров когда-нибудь сменят на Вятка, это два варианта ответа. Верю или не верю. Вы знаете, интересная ситуация. На странице ВКонтакте 60-20 с небольшим процентом не верят в это. А на сайте hakirovo.ru не верят 75%. А вы думаете, можно доверять вот этим опросам? Потому что мы не призываем вас доверять опросам, просто называем цепы. Это просто как одна из иллюстраций. А можно проиллюстрировать. Вчера как раз обсуждался этот вопрос, вот эти интернет-опросы или голосования. Выяснилось, что когда есть, в общем-то, группа инициативная, которая проверила, кто на эти опросы отвечает, выяснилось, что там чуть ли не половина вообще не кировчане даже, то есть не горожане. Дело в том, что есть одна группа, не буду ее рекламировать. Вообще никак не связанная с Кировом. Не родившихся здесь там. Да. Они сталинисты. Это есть группа сталинистов. Я не буду называть. Это известная очень группа, да. И когда они узнают о каких-то мероприятиях, хоть как-то связанных с тем, чтобы эту сталинскую эпоху отодвинуть назад, в частности, переименование или возвращение городу, то есть они активно начинают работать, перепащивают вот это все в свои группы в разных других городах, сообщают, и там начинается просто работа. То есть есть активная работа по искажению результатов интернет-опросов. Поэтому интернет-опросам доверять нельзя, к сожалению. В политических целях, по большому счету, да? В общем-то, не только в политических. Я вообще давным-давно уже этим опросам не доверяю, потому что знаю, как они делаются. Там даже для этого и другие города привлекать не надо. Всегда есть мастера, для которых что, фейсбук, что угодно. Лучше бы реально пойти в поля и делать опрос на улицах или так? Или его вообще не нужно? Для переименования, скажем так, как это звучит, все-таки опросы нужны будут. То есть не надо проводить референдум. Ну, референдум — это очень дорогое мероприятие. Но опросы будут проводиться обязательно. Кто? Вы сейчас за себя говорите, за Вятский интернет-клуб. Кто и как, это будет определять законодательное собрание Кировской области. То есть оно будет определять, каким образом будут эти опросы проводиться. Я в данный момент не могу сказать. Это может даже быть телефонный опрос. Могут стоять будки на улицах, активисты работать. То есть по-разному. С организацией «Возрождение Вятки» вы как-то связаны? Да. Которая заявила о себе как раз в начале этого года. И в эфире у нас представитель тоже говорил о том, что... Ну, собственно, и родилась вот эта идея обсудить вопрос на клубе благодаря, в общем-то, их активности. То есть, если вы знаете, то в конце декабря епархия Вятская поддержала вопрос о переименовании города в Вятку. И там активно обсуждался этот вопрос в январе проводилось заседание общества «Возрождение Вятки», где выступал наш друг и субпредседатель Союза писателей России Владимир Крупин с этим вопросом. Он активно поддержал Вятское землячество, поддержало. То есть, на самом деле, будируется вопрос. Летом будировался вопрос, даже, по-моему, выносился в областное законсобрание, но там его не поддержали. И мы решили, собственно, мы не ставили задачу обсуждать, это было изначально за Киров или за Вятку. В принципе, члены интеллектуального клуба большинство, не все. Большинство и так за Вятку. Мы решали два вопроса. Первый. Какие аргументы мы можем, как вот действительно интеллектуалы, может быть, выдвинуть в пользу переименования, именно возвращения городу имени Вятка? Это первый вопрос. И второй вопрос был, а какой алгоритм действий должен быть, чтобы вот это возвращение имени городу совершилось? Вот эти два вопроса, собственно, и обсуждалось. Мы совершенно не спорили по поводу Киров или Вятка. Ну, давайте с аргументов начнем. Ну, давайте кто-нибудь другой же. Хорошо, давайте тогда сделаем небольшую паузу. Да, небольшую секунду. Александр Аллыберг, готов взять слово. Буквально полминуты и продолжим. К нашим слушателям, уважаемый, хочу обратиться. У нас после рекламы середины часа в 11.30, мы, 211-101, наш номер телефона, если вы захотите высказаться, то вот после середины часа сможете дозвонить сам. Отец Александр Балабердин, собственно, к аргументам, да? Да, добрый день. Прежде всего, я думаю, будет справедливо, если мы здесь, в эфире «Эхо Москвы», вспомним добрым словом Никиты Юрьевича Белых, который первым из руководителей области осознал важность этого вопроса не для прошлого, а для будущего региона. И попытался в 2009 году этот вопрос изменить. Тогда была создана рабочая группа, которая проделала огромную работу. И сегодня, о чем бы я хотел напомнить, кто бы ни брался за этот вопрос, надо обязательно обратиться к архивам этой рабочей группы, которая на многие вопросы уже тогда ответила. Вы входили в нее, да? Я в нее входил. В частности, эта группа ответила раз и навсегда на документальной базе на вопрос, надо ли менять документы, сколько это будет стоить. Совершенно четко, ясно, документально определено, что никакие документы менять не надо, и стоить это будет минимально. Но я бы хотел сказать о другом. Стоит для кого? Для бюджета. Для граждан вообще ничего, для бюджета. Для бюджета. Речь о чем? Я бы хотел сказать о своем отношении к этому вопросу. Потому что некоторые люди могут посмотреть за окно и сказать, ну что же, 2 марта, поздравляем, у городских сумасшедших началось новое весеннее обострение. Вот я не считаю ни себя, ни людей, которые собрались за этим столом, ни наших слушателей, городскими сумасшедшими. Я могу сказать и себе, что лично для меня возвращение городу названия Вятка, это есть преодоление сталинизма. И то, что до сих пор название это не возвращено, говорит о том, что сталинизм жив. Он жив как на общегосударственном уровне, так и на уровне региона, и он жив нас самих. Напомню, город был назван Кировом, Сталиным лично, в честь его личного друга и подельника, Сергея Мироновича Кирова, в декабре 1934 года. Горожан никто об этом не спрашивал. И одновременно вслед за переименованием города началось разрушение Вятки. То есть очевидно, что Киров в нашем городе никогда не был. Родиной Кирова, как сказано в указе Сталина, город не является. То есть изначально ясно и понятно было, что в основе того переименования 1934 года есть насилие и ложь. И вот для нас это вопрос не о прошлом. Прошлое переписать, изменить нельзя. Это вопрос о будущем. Потому что нельзя идти вперёд с повёрнутой назад головой. Человек, который идёт в таком положении, или упадёт в яму, или заблудится, или позволит другому человеку его заблудить. Вот для того, чтобы мы не шли с повёрнутой назад головой, нам этот вопрос надо решить. И на мой взгляд, это вопрос не к нам даже. Это вопрос к властям. Они сегодня по-прежнему готовы руководствоваться и пользоваться сталинскими методами правления страной? Или они готовы... То есть самому вышему руководствоваться? Это как всем вопрос. К властям, кто себя таковыми считает. Потому что вопрос этот зависит не только от общественности. Он зависит от власти прежде всего. А также это вопрос к нашим горожанам. Потому что у сталинизма есть оборотная сторона. Это не только насилие и ложь. Это ещё и конформизм. Это обывательщина. Это равнодушие к подобным вопросам. Это хитроватость такая, когда вроде вдруг-вдруг меня пронесёт, своя рубашка ближе к телу. Пусть эти городские сумасшедшие рассуждают на эту тему, а я вроде отсижусь в кустах. Не получится. И вот по нынешним дебатам уже и выборам президента, которые нам предстоят, мы видим, что сталинизм не только не преодолён, он снова появился на наших экранах. И один из кандидатов прямо говорит о том, что он наследник этой идеи. Вот это вопрос, ещё раз подчеркну, не о прошлом. Это вопрос о будущем, о будущем города и наших детей. И вопрос, обращённый прежде всего к властям города и области. Хватит ли у них духа и сил? Хватит ли политической воли преодолеть это наследие сталинизма, чтобы мы всё-таки оказались в другом будущем, а не в прошлом? В будущем детей вы имеете в виду уже появившихся на свет или всё-таки ещё не родившихся? То есть такая отдалённая довольно-таки перспектива. Я думаю, что речь идёт и о нас, и о наших детях, и о внуках. Речь о будущем региона, и о будущем страны. И как священник я не могу не задумываться о том, почему Бог не благословляет до сих пор нам, жителям Вятки, обрести своё прежнее название. Ведь воли Божьей нет ничего случайного. И я нахожу именно такое объяснение. Значит, мы пока ещё раба из себя не выдавили. Как говорил Чехов. Мы всё ещё скрытые сталинисты. Мы всё ещё согласны с этим решением. У нас душа не загорается вот той неправдой. Она не опаляется этой неправдой. Нам не жалко Вятку. Нам не жалко наших предков. Нам не жалко храмов, которые тогда были разрушены. И если бы сегодня кто-то захотел это повторить, видимо, значительная часть нашего общества готова это принять и это повторить. И вот эти возражения оппонентов, что у других дел важнее, нет? Да, конечно, есть куча других дел. Это всё тоже признаки сталинизма, на ваш взгляд? Нет, я об этом не говорю. Об этом говорите вы. Надо и дороги асфальтировать. Надо и школы развивать. Надо всё делать. Надо всё делать. Как в семье, понимаете? Но представьте себе, а что, если бы немцы после Второй мировой войны не постарались преодолеть фашизм? Если бы не было Нюрнбергского процесса? Если бы они на протяжении всех этих десятилетий при малейших разках вот этого фашизма не старались выкорчевать его из своей общественной жизни? Во что бы сегодня превратилась Германия? Они смогли это сделать? И Европа вообще. А почему мы всё время это держим как запасной вариант? Значит, мы всё ещё согласны с этим. А ведь если ты согласен на грех, то даже за это согласие надо отвечать. Евгений. Вопрос о том... Евгений Дрогов, директор издательства «Ократка». Вопрос о том, что важнее асфальтировать дороги, решать насущные вопросы или думать вечным и о будущем. в глобальном смысле. Он такой демагогический вопрос. Это демагогия. Совершенно, я согласен с этим. Это подмена, скажем, важности духовного над материальным или материального над духовным. То есть, правильно отец Александр сказал, важно в жизни всё. Всё связано между собой. Вот. И сейчас-то вопрос в том, что, желая городу возвращения имени, мы говорим не о прошлом, а о будущем. И это тоже совершенно справедливо. И важно вот это будущее, связанное с «Вяткой», наполнить содержанием, которое способствовало бы развитию и города, и региона. И такого содержания очень много можно придумать при желании. То есть, чтобы вывести вопрос из политической плоскости, из плоскости демагогии, во-первых, нужно захотеть, во-вторых, подумать, что можно сделать с городом и регионом такого, чтобы, став снова «Вяткой», он преодолел вот эти скелеты в шкафу из прошлого и устремился в будущее с какими-то новыми идеями. Продвижение региона, например, здесь тоже может быть, скажем так, реализовано, да, на внешнее. Узнаваемость региона за пределами, да? То есть у нас сегодня, да и, собственно говоря, все последние руководители региона говорили о том, что Кировская область должна быть конкурентоспособной, да? Для этого мы должны рассказывать о ней, продвигать товары, услуги области, развивать туризм и так далее, и так далее. Вот. И здесь важно ведь посмотреть еще на нас самих глазами со стороны. Для всей страны мы остаемся «Вяткой». Многие до сих пор не знают, что такое Киров и где он находится. А узнав об этом, очень удивляются, что город все еще Киров. Тем более, что топонимов с названием Киров превеликое множество. То есть речь не идет о том, чтобы разрушить память о Сергее Мироновиче. То есть для кого она дорога, пожалуйста, храните ее и берегите. Есть и улицы Кирова, и памятников стоит по всей стране, и в том числе и в городе никто их сносить не собирается. Но пока мы названы политическим именем, это будет предметом все время политических спекуляций. Для продвижения города важно понять, кто мы сами. Если нас считают «Вяткой», а у нас в кармане «Куки», что называется, с именем Киров, то ничего хорошего в дальнейшем позиционировании и продвижении не получится. Впереди большая, красивая, круглая дата, 650 лет городу. Извините, для меня 650 лет Кирову звучит абсурдно и смешно. Смешно, действительно. Это смешно. Но 650 лет назад еще было хлыб. Но 650, во-первых, такой датой мало какой город в стране может похвастаться. Есть регионы и города, которые специально себя стараются удревнить, чтобы получить и федеральное финансирование, и развиваться в каком-то ином темпе, чем они развивались до этого. А, изначально была Вятка, потом Хлынов? Да, сначала Вятка была, потом Хлынов, потом снова Вятка. Ну, тут вопрос дискуссионный, но летописные источники говорят, что изначально город назывался Вятка все-таки. И названия Хлынов и Вятка бытовали параллельно. Надо просто осознать, что до 1934 года никакого города с названием Киров не было. Вы его не найдете не только в древних летописях, вы найдете даже в документах 19 века, начала 20 века. То есть мы изъяли себя из истории страны. Что удивительно, на многих современных картах географических и административно-политических, как российских, так и зарубежных, наш город снова имеет двойственное наименование. Я сам собственными глазами видел, и на зарубежных картах, и на российских. Где Киров, где Вятка. То есть вот эта раздвоенность, она... Но это демократы, не имеющие отношения как-то к государству все-таки. Да, потому что и у нас, извини, карты издают. Я что-то рассказывал, да? Мне в Питере показали карту, где город Киров вообще находится в Вологодской губернии. И вся наша область находится в Вологодской губернии. И город Киров там... Нет, речь... Рестративно-территориальные деления... То есть это, видишь, это такие вещи, кто издает? Речь не идет о ошибках каких-то, ну, ляпах конкретных, да? А речь идет об убежденности. И когда говоришь, там, Киров, Кировская область, многие из других регионов удивленно спрашивают, а что вы до сих пор? А мы думали, вы давно Вятка. Да. При этом, вы знаете, я хотел, Евгений Михайлович, Владимир Сергеевич, поддержать вот в чем. Надо очень правильно понимать, кто является оппонентами этого вопроса. Нам пытаются навязать такую точку зрения, что, будь то бы оппонентами возвращения городу названия Вятка, являются коммунисты. Это не так на самом деле. Потому что, например, сейчас очень часто звучит такое предложение, я сам его разделяю, что когда город станет Вяткой, область может и, на мой взгляд, должна остаться Кировской. Потому что в тех границах, в которых она сегодня существует, не было никакой Вятской губернии, не Вятской области, а была именно Кировская область. То есть никто на имя и память Сергея Мироновича Кирова не посягает. Наш противник вообще не люди. Противник Вятки — это равнодушие, это обывательщина, конформизм. Понимаете? Это вот то болото, привычка, вот то болото, в котором тонут все прекрасные идеи. И нам надо сейчас просто решить, мы с кем хотим идти в будущее? Мы хотим дом наш строить на этом болоте? Или мы хотим все-таки на твердой почве его построить? Мы хотим идти вперед с повернутой назад головой или смело смотреть в будущее? Еще раз подчеркну, это вопрос не о прошлом. Прошлое переписать нельзя. В нем нет страниц, которые были бы нам недороги. И советский период дорог так же, как и дореволюционный. Это вопрос о будущем. Каким оно будет? Я тут немножко возражу отцу Александру, в том смысле, что прошлое для нас сегодня важно в том смысле, что важно говорить о том, что представляла из себя Вятка на самом деле. Что здесь было, какие производства, какие здесь жили люди. Потому что во многих сидит стереотип, порожденный советской историографией, проецируемый на историю всей страны и на локальную, в частности. А локальной истории в советское время практически не было, за исключением истории местных движений рабочих и восстаний крестьян. Я согласен, проще скажу. Как-то раз в одной дискуссии человек назвал Вятку деревней. Я ему тогда ответил, знаете, я с вами соглашусь, но только в одном случае. Если вы мне найдете в России еще одну деревню, где на одном квартале было три международных банка, как у нас в городе, на улице Спасской. Три банка. Даже фотографии Старой Вятки, которые, кстати, были прекрасно изданы, издательством ОКРАТКОЕ, показывают там какой-то прекрасный провинциальный город. Он до сих пор нас вдохновляет. А рисунки Татьяны Павловны Дедовой, насколько они вдохновляют нас, невозможно. Давайте мы не только о духовном, я бы по материальному немножко вернулся. Давайте, до рекламы. Да. Успеем? Минута-две? Успеете? Ну, так продолжим после рекламы. Или давайте на рекламу сходим. Давайте на рекламу, да. Продолжаем наш разговор. Владимир Сизов, ректор Вятского социально-экономического института, президент Вятского интеллектуального клуба, доктор экономических наук, сейчас вот нам с экономической точки зрения пояснит. Евгений Дрогов, директор издательства ОКРАТКОЕ и протеерей Александр Балыбердин, благочинный храмов города Вятки. Владимир Сергеевич. Я думаю, что подвинуть наших депутатов и вообще власть, от которой и только от которой зависит вопрос возвращения городу исконного названия, могут только экономические, конечно, какие-то выгоды, какие-то составляющие. И они на самом деле есть и достаточно большие. Понимаете, что сейчас в России осталось только два города областного значения, которые носят название бывших революционеров. Это Ульяновск, но там хотя бы Ленин жил. Бывший Симбирск. Еще Калининград у нас есть. Третий. А, ну да, Калининград. И Киров. И понимаете, вот отказ жителей и руководителей вернуть родовое историческое имя в глазах потенциальных инвесторов, а мы все время ищем инвесторов, инвестиционный климат пытаемся сделать свидетельствовать, в общем-то, об определенных таких революционных, коммунистических или как я думаю, Владимир Сергеевич, я думаю, что это свидетельство прежде всего о слабости власти и о незрелости гражданского общества. Договорю. Вот о чем. То есть ни горожане, ни власть не желает или не способны изменить ситуацию в горы. И вследствие этого у стороннего инвестора, конечно же, будет создаваться впечатление нестабильности и неблагоприятности здесь инвестиционного климата. То есть если город остается еще в Советском Союзе, то о каком развитии? Инвестор это всегда что-то вкладывает, развивает, производится. То есть мы тем самым ухудшаем инвестиционный климат города, не меняя свое название. Изменив же название, мы получим сразу бешеные просто дивиденды. Вы представляете, сколько только средств массовой информации федерального значения об этом сообщат, напишут и так далее. Если бы город вкладывал свой бренд деньги, это бы выражалось миллиардами рублей. Уже только на основании этого. И конечно общее внимание инвестиционное будет привлечено к городу. Ну повысится во всяком случае. Что конкретно привлечет инвестор? Не, ну сама информационная информационная всплеск вот этот. Который на самом деле очень дорого стоит самому его организовывать. Но именно этим процессом нужно управлять безусловно грамотно. Естественно, да. Потому что когда говорят, что давайте будем менять сознание горожан и так далее, это маловероятно. Потому что на это тоже нужны огромные деньги. А откуда они возьмутся у горожан или там у тех родителей, кто желает просто поменять город? Здесь нужно желание власти. То есть власть должна проявить волю и все-таки организовать этот процесс и возглавить. Потому что прежде всего город и власть получат дивиденды с этого. Огромные дивиденды. Нет, тут интересно, можно я вот такой вопрос задам? Вы говорите, с одной стороны, власть должна принять решение. Понятно, что по закону этого вполне достаточно. В то же время в начале мы говорили, что будут обязательно проводиться опросы. Опросы у нас проводились уже неоднократно и в 90-е годы, и в начале этих годов. И вот то самое население пассивное, на которое как бы не должно принимать участие в этом решении, оно выскажется опять же. Простите, перед тем, как прозвучит ответ, я хочу 211-101 напомнить номер нашего телефона. Какую-то крепость захватывать, с первого раза не получилось, что останавливаемся, отходим, отступаем. Нет, я могу сказать, что проведение опроса конечно должно быть подготовлено. то есть основные аргументы и духовные для кого-то более важные, и материальные, и исторические, и социально-политические, все они должны быть озвучены, они должны быть донесены, потому что страхи в основном жителей и противников возвращения вятки связаны с чисто бытовыми вопросами, что кто-то вводит в заблуждение о том, что люди там потеряют собственность, что им придется менять какие-то документы, выстаивать очереди там за справками, сменой там паспортов и получением каких-то штампов. Вот основная причина, скажем, такого сопротивления. То есть у нас все хорошо, не трогайте нас, не надо нам никаких перемен. И вот этот запрос на отсутствие перемен, он на самом деле лужный, потому что если посмотреть такие комплексные опросы того же ВЦИОМа или Левада-центра, которые раскрывают, скажем, суть каких-то проблем с разных сторон, мы увидим парадокс в сознании многих наших граждан, связанный с тем, что мы хотим жить лучше, но при этом не хотим ничего менять. Ну, то есть это невозможно. Уважаемые наши гости, наушники перед вами, на предназначенные для них места, пожалуйста, давайте сейчас выслушаем дозвонившегося. Алло, добрый день. Добрый день. Как вас зовут и ваше мнение? Николай. Да, пожалуйста. Знаете, я слушаю вашу беседу, мне кажется, ваши гости немного лукавят, особенно в том вопросе, что от одного изменения в названии города сразу появится инвестиционная привлекательность, на мой взгляд, не этим решается, надо здесь нормальных чиновников, не вороватых, не как товарища Белых и там, Быкова, нормальный законодатель, чтобы было, инвестиционная привлекательность не одним названием заключается. Еще хотелось бы сказать, вот у вас гость там сидит, а вот мы не пережили сталинизм, и тем самым даже фраза у него была такая, сравниваем гитлеровский фашизм, национализм, нацизм. Он говорит, как же немцы пережили же все-таки себя, Нюрненбергский процесс и заставили, и заставил Советский Союз под руководством товарища Сталин, и нам надо изжить из себя Сталинин, изжить из себя Советский Союз. Он тем самым сравнивает наш советский строй и гитлеровский фашизм. И вот хотелось бы, наверное, в прокуратуре слушать это, пусть этого товарища поливлекут к уголовной ответственности за такое сравнение. Это ваше мнение. И пусть, это мое мнение, да, я думаю, все-таки слушат это его. Хорошо, мы выслушали вас. Николай, мы поняли вас. С чего начнем? С последней? Давайте, По порядку. Уважаемый Николай, вы, конечно, правы, что не одним названием привлекательность города делается, но это один из пунктов. То есть, вот я сам в комиссии такой состоял, там, по развитию инвестиционного климата Кировской области. Там, как минимум, 16 пунктов, таких основных есть, по которым идет развитие привлекательности инвестиционной. Вы знаете, вот город, возвращение названия города, это просто бесплатный ресурс. Ну, почти бесплатный. И грех им не воспользоваться. Я бы, наверное, тоже ответил. Минимум, некорректным посчитал слушателя. Ну, это дело слушателя. Просто он сказал гораздо более страшные вещи, чем сказал я, на самом деле. Вот, если прокуратура слушает, пусть она слушает и его в том числе. Я лишь хотел сказать о том, что действительно, его звонок подтверждает то, что наследие сталинизма не преодолено. Вот этот человек ассоциирует весь советский период со Сталиным. Я этого не делаю. А может быть, вы еще более подробно поясните, почему не преодолено. Я этого не делаю. По одной простой причине. Город без воли горожан в декабре 1934 года был переименован. Никто горожан об этом не спросил. После чего началась масштабная перестройка города, заключавшаяся в уничтожении исторической части и прежде всего храмов, которые были взорваны в 1935-1936 годах. После чего начались репрессии и в городе в том числе. То есть для нас, для историков, людей, которые изучали этот период, совершенно очевидно, ясно, что убийство Кирова и последующая потом кампания по переименованию городов, не только, кстати, Вятки, это было частью всего-то махевика репрессий. И люди, изучающие историю профессионально, это точно знают. То есть, если мы с этим сегодня соглашаемся, соглашаемся с тем, что наш город был так переименован, без воли горожан, и что он был включен в этот махевик репрессий, весь этот процесс переименования, то значит, мы внутренне соглашаемся и с этим тоже. А что касается советского периода, это не только сталинизм. Я напомню, Хрущев осудил Сталина на 20-м СИЗД-партии, и Хрущев такой же советский лидер, как и другие. Поэтому речь не идет, никто не ставит знака равенства между советским строем и сталинизмом. А что касается близости сталинизма и фашизма, об этом говорил не только я, почитайте Олдаса Хаксли, почитайте других исследователей современных. Вот отец Александр, опять же, вернемся, вы говорите, что в 34-м году город был без учета мнения жителей, назван Киров. Вот сегодня я слышу, что нам тоже достаточно решения властей, чтобы вернуть ему это название. Мы опять без учета мнения Кирова будем переименовать. Очень хороший вопрос на самом деле. Давайте мы сначала... Мы повторим то же самое, что сделали большевики? Нет, почему? Давайте мы исправим ошибку. Если мы признаем, что тогда с нами поступили незаконно, зачем сегодня спрашивать людей о том, хотят ли они куда-то вернуться? Давайте исправим ту ошибку. Немножко тут внесу коррекцию, потому что есть закон о переименовании в населенных фунтах каких-то, и там есть четко выстроенный алгоритм, как это делается. То есть если вкратце... Вторую часть сейчас вопроса перешли, мы уже ближе к концу обсуждения, то есть поговорили об аргументах, сейчас к алгоритму. То вначале вносится, в общем-то, заявление любым, кстати, гражданинам, может быть, или общественной организации законодательное собрание областное. Оно уже рассматривает, организует опросы, как я говорил в начале, то есть оно организует опросы каким-то образом. Оно обязано это сделать? Да, по закону областному закону. То есть этот вопрос не рассматривается на референдуме. Были в 2012 году внесены поправки в областной закон, и сейчас вопрос переименования, ну, изменения названий, скажем так, любого населенного пункта области, в том числе областного центра, как тоже населенного пункта, да, это прерогатива законодательного собрания, который принимает решение на основе проведения опросов, конференций и других форм волеизъявления граждан. Но не референдум. Там достаточно долгий процесс, такой футбол, потому что оно должно обратиться в городскую думу, городская дума, обратно, законодательное собрание, после этого в Государственную думу идет обращение, Государственная дума принимает решение, после этого подписывает указ президента переименования. Вот примерно такое. То есть, в Госдуму и президент должны сказать, я против или я не против. Там еще Росреестр свое мнение должен выразить. Ну, Росреестр сейчас очень близкий нашей области организации. Может, сразу в Росреестр? Процесс долгий. Просто вот, когда в интернете появилась информация, все там вот, спрашивают, сейчас вот тут переименуйте что-то. Мы не собираемся ничего переименовать. Мы ищем аргументы и ищем алгоритм этот. А процессы долгие, как минимум, ну, 2-3 года, а может и дольше. Так, еще у нас есть звонок. Две минуты до конца нашей беседы. Алло, добрый день. Меня зовут Настасья Петровна. Да, Настасья Петровна. Очень немного времени давайте четко, пожалуйста. Ну, вот по поводу переименования. С предыдущим выступающим вполне согласны. От лица народа как-то некрасиво от всего говорить. И для того, чтобы переименовать, должен быть референдум. Должно быть все по закону. Не каждый согласен на вятку. Коли мы живем в Кирове уже 70 лет. Извините. Все. Ну, вы же слышали, что опросы-то все равно. Видимо, не слышали. Видимо, нет. Как раз в это время номер набирали. Да, видимо, в это время как раз отвлеклись. Опросы определенное количество должно быть опрошено. Все должны быть опрошены. Либо там достаточно 10 тысяч. Это решает ЭЗС, я понял, да? Это может быть просто конференция горожан. Конференция. Ну, в какой форме это определяет еще раз областной законодательство. Есть порядок проведения опросов, конференций на территории муниципальных образований. Это регламентируется, во-первых, 131-м федеральным законом о местном самоуправлении, во-вторых, уставами соответствующих муниципальных образований. И порядок, форма проведения тех или иных мероприятий утверждается с соответствующим распоряжением или постановлением органов местного самоуправления. В данном случае возможна инициация и со стороны законодательного собрания при обращении граждан. А может, так сказать, обращением послужить и, я не знаю, какая-то петиция, подписанная письмо коллективное или даже один гражданин может с этим предложением выступить. Вы знаете, я хотел бы к этому еще добавить. Ведь у нас 5 лет назад уже некоторым улицам в исторической части были возвращены их прежние исторические названия. В четырем улицах. Улица Спаская, улица Преображенская, улица Казанская и Пятницкая. Обрели свои исторические названия. Кому стало от этого хуже? Вот я сам живу на Пятницкой. Когда-то она была улица Степана Халтурина. Я за это время менял паспорт, я за это время несколько раз покупал билеты, оформлял что-то в собственность. Ни разу никаких неудобств я не испытывал. То есть мы уже на примере вот этих последних решений, на мой взгляд, для города очень важных. Мы уже убедились в том, что этого ничего не надо будет делать. На самом деле. У нас еще есть улица Комуна и Орловская, которые уже не помнят. Как они называются? Я помню. Нам пора завершать. У меня целый цикл стихов не переменовываются. Буквально 10-15 секунд. Евгений, ваши дальнейшие шаги в этом направлении? Мои конкретно? Да. Ну, я вот прошлый раз на эфире говорил, что для меня жить в Вятке это делать все, что я делаю, созидательного. Нет, я имею в виду как раз таки по продвижению вот этой идеи. А это вот надо к инициаторам обратиться. Владимир Сергеевич, будут новые встречи, новые обсуждения. Мы договорились с обществом возрождения Вятки о том, что мы с ними ведем переговоры и дальнейший алгоритм совместных действий будем вырабатывать. Хорошо. Спасибо большое, Владимир Сизов, протеерей Александр Балыбердин и Евгений Дрогов. Дневной разворот на этом завершен. До встречи в Культпоходе через 20 минут. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»